Уважаемый Виктор! Сергей Попов – это рупор лженауки. Это человек, системно занимающийся околонаучным мошенничеством. То, что он говорит, то, что он пропроведует – это просто враньё. Это не наука. Сейчас он как меняется метрика Вселенной. Метрика Вселенной меняться не может. У Вселенной нет метрики. Метрика – это субъективное понятие. Вот давайте. Математика и приложение. Метрика. Метрика в метрической геометрии – функция на парах элементов множества, вводящая на нём расстояние, то есть снабжающая его структурой метрического пространства. Вот это вот бредятие, на то, что вы сейчас услышали, имеет отношение не к реальному физическому пространству, а к моделям пространства, которые нам замышляли, нам замышляла, скажем так, группа теоретиков в нарушении научного метода. Вот есть группа теоретиков и есть реальное пространство. Эта группа теоретиков не стала описывать реальное пространство, она создавала растягивающиеся модели, изгибающие модели пространства. И там ввело понятие метрика, которая в метрической геометрии – функция на парах элементах множества, вводящая в нём расстояние. То есть мы не берём физическое расстояние, а вот эти вот товарищи выдумали расстояние, которое может быть любое, которое может изменяться, что не имеет отношения ни к какой реальности. То есть это вот фантазёр. Откуда фантазии вообще эти берутся, причём здесь он вспоминает эту метрику? Когда задаёшь вопрос этому вот скопищу-релятивисту, этим садомитам от науки, что действительно гнётся у пространства, вот эти вот садомиты, они не могут сознаться, что гнётся у пространства. И вот одна из таких фишек последних – это гнётся метрика у пространства. Пространство не состоит из метрики, у пространства нет метрики, и гнуться, нет такого естественного свойства пространства, метрика нет. Вот у нас есть количество мирностей в пространстве. Мы экспериментально установили, что это три геометрические мирности, заданные через прямой угол. Есть протяжённость пространства, есть вместительность пространства, есть объёмность пространства. Вот ничего другого у пространства из реальных свойств больше нет. Всё. Никакой вот этой вот штуки гнусной, которую ребята просто выдумали и пытаются навязывать, её у пространства нет. Поэтому это всё лженаука. И товарищ Сергей Попов – это лжеучёный, деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не является. Вот это вот страшный вредитель. Вот их несколько вредителей, которые создают вот это вот, приносят сказки из-за бугра и навязывают в головы нашей молодёжи. И, собственно, потом появляются вот эти книжки с чёрными дырами и так далее. Сейчас он будет бредить дальше. Ну, давайте послушаем, сколько-то. Ну, к счастью, наша Вселенная близка, по крайней мере, к очень простому решению. И можно пользоваться относительно простой метрикой Фридмана. Так вот, но массивные тела искажают пространство вокруг себя. Лучше сказать так, тела… Вот двоечникам кажется, что массивные тела искажают пространство. У пространства нет таких физических свойств, которые можно исказить. То есть, вот это вот сейчас человечек сидит, врет, просто врет. Массивные тела искажают пространство. Может искажаться траектория какого-то объекта возле массивного тела, но это не является искажением пространства. То есть, человек врет. Это жулик, вот он мошенник. Он прямо сейчас вас врет, вашу голову врет такой грязным потоком. Гноя врет вашу голову. Так, врунишка. Массивные тела искажают пространство вокруг себя. Лучше сказать так, тела, массивные тела искажают пространство. Вот он врет, но даже не… Ну, никак. Ему хорошо, он врунишка. Ни один из них не смог сказать, что искажается у пространства, что гнется у пространства, что сокращается у пространства. Даже если сокращается, как это может повлиять на материю? никак, мы растягиваем пространство, как на гармошке с ним играем а вот тут вот мышка лежит и ничего с ним не случается то есть вот это вот безграмотное жулье в принципе не может пространство как-то влиять на материю оно только вмещает ее это место, где расположена материя, все, а это вот средневековое безграмотное вранье и вот люди за деньги, это же за деньги деятельность, популяризация популяризация бреда это вот популяризаторы британского бреда в нашу информационную общность они несут этот гной пространство вокруг себя, лучше сказать так тела имеющие массу, все тела искажают пространство вокруг себя, вы поднимите свою самооценку, вы тоже искажаете пространство, время вокруг себя ну в принципе вот ролик полтора часа час 34 вот ничего нового он не скажет, он будет вот гнать вот это вот вранье вот такая ситуация спасибо спасибо Сергей кандидат физмак наук советских времен относящийся к современным парадигмам приблизительно как и вы радостно Сергей, что есть на нашей планете люди, которые действительно это понимают спасибо за информацию не сможем бы этого попова высмотреть, ну понятно, что он там набормочет ну это просто лютый гной вот несколько минут его смотришь этот лютый гной уже как бы уже тошнит это бессмысленно это нельзя детям вот этих людей надо маркировать вот мы должны сделать вот всем сообществам мы должны делать список список людей разрушителей нашей цивилизации лжуцов вот этих лжеученых нам нужна нам нужна карта интерактивная наших учебных заведений по стране в этих учебных заведениях мы должны видеть всех всех кадровых работников всех преподавателей на них мы должны иметь досье должны промаркировать всех кто из них является лжеученый кто влияет на нашу систему образования кто разрушает нашу систему образования эти все люди должны по умолчанию потом будут исключены быть из системы образования без права восстановления вот эти люди не могут не имеют никакого интеллектуального и морального права преподавать ни в каких вузах ни с какими лекциями вот эти Саватеевы жулики тоже от математики они должны быть полностью исключены то есть вот это все должно быть однозначно без вариантов закончено и прекращено люди которые понимают где лженаука где не лженаука способны различать которые не утратили иммунитет вот к этому лживому потоку пожалуйста приглашаем вас сотрудничеству нам нужна группа наших докторов наук кандидатов аспирантов студентов которая может этим заниматься это будет единственная группа которая определяет достоверность научного материала в нашей стране эта группа этой группе будет однозначно предан статус это будет основной орган который регламентирует наукообразование в нашей стране этот орган будет стоять как общественный совет над наукой над образованием над академией наук поскольку раз забрался и тот и тот и тот орган мы сейчас формируем свой развиваемся и наш орган будет главенствующим в конце концов мы дойдем до верховной власти верховная власть нам выдаст полномочия для того чтобы вот это вот маркировать и регулировать вот это вот позорная лженаучная гонева чтобы его исключить из нашей системы образования поэтому ребята кто может подключайтесь обозначайтесь сейчас обозначайтесь в комментариях под роликами пишите на мейлы наших ребят ответственных администраторов пожалуйста в телеграме это делаете давайте как-то начнем работать и выполним эту работу если ее не мы если мы ее не выполним ее никто не выполнит это надо делать однозначно без вариантов на тот момент что ну когда решает какой-то конкретный человек за какого-то другого конкретного человека маркирует их соответственно вариант там какой-то коррупции и так далее может же появиться ну если мы создаем группу которая на стартовом изначально по теоретическим принципам не по личности не по знакомству а по теоретическим принципам маркирует там просто там целая гроздь вот одна гроздь лжеученых такого-то направления они получили образование в этом направлении лженаучном да они защищали диссертации в этом направлении они плодят это направление просто отсекается это направление это несложная работа на самом деле Мы это все сможем сделать без коррупции. Ну, конечно, надо все факторы учитывать. Это все делается. Подписывайтесь на наши каналы. Распространяйте нашу информацию. Любой наш фильм можно безвозмездно, без каких-либо условий заливать себе на каналы, использовать на других каналах, делать нарезку и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы делаем одно большое дело. Мы пытаемся восстановить интеллектуальный уровень нашей цивилизации. Мы защищаем нашу цивилизацию от интеллектуального скатывания в пропасть. Подключайтесь. Будьте с нами. Научный трибунал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.